Владимир Зеленский встретился с представителями украинской еврейской общины. Более 20 тысяч еврейских паломников прибыли в Умань на празднование Рош-Хашана. Власти КНР назвали решение Европейского Союза о начале антисубсидиарного расследования в отношении китайских электрокаров актом протекционизма. Европейский центральный банк повысил базовую ставку до 4,5% целью сдать инфляцию в еврозоне. На итальянский остров Лампедуза на этой неделе всего за двое суток прибыло почти 7 тысяч мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с представителями еврейской общины Украины. Свыше 20 тысяч паломников-хасидов по традиции прибыли в Умань на празднование Рош-Хашана Еврейского Нового Года, несмотря на предостережение украинских властей. На встрече с раввинами президент поблагодарил их за поддержку украинцев, а также упомянул об открытии в Киеве представительства Международного уголовного суда. В Украине запрацював полевый офис Международного криминального суду. И это наибольшее представительство судов за межами ГАГи. Самая такая współпрация помогает нам наближать момент відновления справедливости для Украины и всех наших людей, которые постраждали от этой войны. Момент законных и заслуженных выроков для российских злочинцев. Зеленский на следующей неделе отправится в США. Он выступит в Конгрессе и на заседании Генассамблеи ООН. Между тем, в четверг была объявлена эвакуация жителей районов Херсонской области подконтрольных ВСУ из-за регулярных обстрелов российских сил. Также власти начали подготовку к чрезвычайным ситуациям, связанным с электроснабжением, которые могут возникнуть осенью и зимой. Власти Китая выразили высокую степень озабоченности и крайнее недовольство в связи с заявлением руководства Европейского Союза о начале антисубсидиарного расследования в отношении китайских электромобилей. О проведении расследования объявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Евросоюзе считают, что цена на производимые КНР электромобили искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий. В Пекине сочли решение европейских властей актом протекционизма и подчеркивают, что оно окажет негативное влияние на торгово-экономические связи КНР и ЕС. Китайские инвестиции в Европу обсуждались на недавней встрече Урсулы фон дер Ляйен и премьера госсовета Китая Ли Цена на саммите Большой двадцатки в Индии. Брюссель пытается найти компромисс, расширять торговые связи с Китаем, но не нанося при этом ущерба европейским производителям. Звуки сирены взрывов, тревожные мысли о близких. Учебный процесс на фоне развязанной России и войны в Украине – испытания для детей и их родителей. Эти классы организовали на станциях Харьковского метрополитена. Здесь установили климат-контроль и шумоизоляцию. Учиться сюда приходят более тысячи школьников. Егор – ученик одиннадцатого класса. Для детей в метро работают медицинский кабинет и кабинет психолога. Важно, что у школьников здесь есть возможность живого общения с учителями и сверстниками. Батьки задоволенны, что дети имеют возможность офлайн изучать основные предметы, готовиться к мультипредметному тесту. Для детей это важно и для детей, потому что коммуникация в наши времена, в такой ситуации, она очень важна для детей. Социализация необходима, потому что за время COVID-19 и за время войны дети очень довели работать в группе, в команде. На территории Украины, как указано в отчете ЮНИСЕФ, полностью разрушено более 1300 школ. Только треть школьников в Украине посещают занятия вживую. Еще треть детей находятся на смешанном формате обучения. Часть занятий проходят в онлайне, часть – в оффлайне. Остальные школьники полностью учатся заочно. Европейский центральный банк ЛИЦБ повысил базовую ставку на четверть процентного пункта до 4,5%. Чтобы обуздать инфляцию в еврозоне. Ставка по депозитам увеличена до 4%. По краткосрочным кредитам – до 4,75%. Президент ЕЦБ Кристин Лагард прокомментировала решение европейского регулятора. Высокие проценты приводят к удорожанию кредитов, что может затормозить спрос и снизить рост дороговизны. На этом фоне растут опасения, что более высокие затраты по займам могут подтолкнуть экономику к рецессии. Экономика 20 стран, использующих евро, балансирует на грани рецессии с прошлого года, увеличиваясь лишь на 0,1% в каждом из первых двух кварталов этого года. Центральные банки по всему миру повышают ставки, чтобы подавить инфляцию. На итальянский остров Лампедуза на этой неделе всего за двое суток прибыло почти 7 тысяч мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Треть из более чем 6 тысяч, находившихся в среду на острове людей, уже перевезена в другие регионы Италии. Сотни мигрантов ожидают своей очереди в порту. Единственный на Лампедузе центр по приему беженцев, рассчитанный на 400 человек, не в состоянии принять всех прибывших. Часть мигрантов остается возле порта. Порой там возникают напряженные ситуации, разрешать которые приходится сотрудникам итальянской полиции. Хорошая погода благоприятствует морским переправам, но на этой неделе произошло новое кораблекрушение. Четверо мигрантов из Туниса погибли, более 20 были спасены при попытке нелегально добраться до итальянского побережья. Только в этом году более 115 тысяч мигрантов высадились на территории Италии в поисках лучшей жизни в Европе. Министерство обороны Румынии строит убежище в населенных пунктах вблизи границы с Украиной, после того, как в этих районах было зафиксировано падение обломков российских беспилотников. Жители 8 румынских сел в дельте Дуная, в случае воздушной тревоги, смогут укрыться в бетонных бункерах. Продолжение следует... Сооружение двух бункеров в одном из румынских сел вблизи украинской границы уже завершено. В среду, 13 сентября, Министерство обороны Румынии сообщило об обнаружении обломков беспилотника в уезде Тулча. Это третий случай за две последние недели, передает румынская служба Евроньюз. В докладе Министерства обороны Румынии, страны-члены НАТО особо отмечается, что ни в одном из случаев нет доказательств преднамеренного нападения на румынскую территорию со страны России. Москва активизировала удары по украинским портам на Дунае после выхода из Черноморской зерновой инициативы. 15 сентября заканчивается действие европейского запрета на беспошлиный импорт украинского зерна. Польша выступает против снятия ограничений, опасаясь недовольства местных фермеров, которые несут убытки в связи с допуском на рынок более дешевой украинской продукции. Сегодня, то, что буй, то, что 15 сентября остается внесено embargo на зборze украинские. Могу говорить, что хотят. И Комиссия Европейская, и наши рожды. Мы знаем, что зборze украинские целый час наплываются. И на цели технические. Рожница в тоне пшеницы есть до 200-300 зл на тоне. Есть украинского за много в Польше. Наша ситуация есть кепска финансовая. Польское правительство обещает, что не допустит украинское зерно на внутренний рынок до конца года. Даже если при этом придется пойти против воли Брюсселя. Это, на счастье, не проблема для польских рожейников. Это проблема в отношениях между польским страном и Комиссией Европейской. Польским рожейникам ничего не грозит, потому что, если Уния не проводит этого предложения заказа, то польство польское его проводит. Сейчас Польша осуществляет транзит украинского зерна, однако фермеры утверждают, что мощности портов не хватает для организации перевозки продукции без задержек. Производители считают, что зерно скапливается в портах и подолгу ожидает погрузки на суда. После нескольких трудных лет фермеры больше не верят обещаниям, опасаясь, что сразу после выборов 15 октября о них забудут. Продолжение следует... Мы считаем, что мы, хозяйцы, как рожейник. Рожейник, что все могут нам обещать и все могут нам платить. Мы не хотим этого. Мы просто не хотим централизации и манипуляции. Рожейник, а также рожейник. Рожейник, который владелец, не знает, как и когда он продается, и он уже нужно инвестиручить в продукцию следующего года. К сожалению, даже еще три месяца банка не будет в дальнейшем решение для проблем с поляшими и украинскими фермерами. Магдана Ходовник, Юриюнска, Солнечка. Продолжение следует. Продолжение следует...